Приветствую вас, понимаю ваши чувства, вам сейчас невероятно сложно, вам сейчас невероятно тяжело, наверное мир перевернулся и вообще вы представить себе не можете, как стало возможным то, что произошло. Скорее всего вы думали, что у вас с мужем, ну если не идеально в целом, то по крайней мере, более менее неплохо, вот, но, 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 ситуация, как вы сами могли убедиться, немножечко иная, чем та, что вы представляли. И в этом случае, вот, в этом ситуации я рекомендовал бы вам на самом деле, значит, успокоиться. Сейчас вам самое главное это успокоиться, потому что от того, что вы переживаете и от того, что вы сейчас находитесь вот в таком, такой стрессовой ситуации и от того, что вы сейчас, значит, настроены действовать решительно и, значит, кардинально, ситуация явно не станет лучше, потому что, если муж долго это планировал и долго готов к этому шел, значит, скорее всего он хотел, он хотел, чтобы и вы остались в невидении относительно того, что происходит и сделать то, что он сделал тоже, вот. Знаете, если бы мужчина вами не дорожил, то скорее всего он не стал бы действовать, используя подобные ухищрения. И я хотел бы, чтобы вы это как следует понимали, я хотел бы, чтобы вы как следует это учитывали, когда будете выбирать линию своего поведения. Я хотел бы, чтобы вы помнили о том, что мужчина все-таки вами дорожил. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что мужчина все-таки к вам неравнодушен. Следующее, что вам нужно понять, то, что ситуация, которая произошла, является следствием того, что человек по какой-то причине не умеет разговаривать о своих желаниях, не умеет говорить о своих чувствах, о своих эмоциях и о своих переживаниях. То есть, что это по сути дела значит? По сути дела это означает, что если бы мужчина мог бы выражать вам, и не только вам, а вообще, если бы мужчина мог бы выражать свои желания, если бы мужчина мог высказывать свое недовольство и так далее, если бы вы с ним разговаривали, вы делились бы тем, что каждого из вас, например, беспокоит, то подобной ситуации бы не было. И я на самом деле сейчас ни в коем случае вас не обвиняю и не считаю, что вы сделали что-то не так. Я просто хочу сказать, что что-то произошло, это неестественно развитие событий, если вы не разговариваете с своим мужем о том, например, допустим, что его беспокоит, или о том, что, допустим, скажем так, беспокоит вас. И в этом контексте следует понимать, что измена мужа, скорее всего, это, как бы, проявление его нереализованных желаний, которые мужчина никак не может по его мнению, что важно реализовать с вами. Я хотел бы, чтобы вы постарались для себя вот эту ситуацию, этот момент понять максимально четко. Его измена – это следствие следствия, его неудовлетворенность. И поэтому, когда он вернется, вам нужно будет просто сесть перед ним и спокойно, я бы даже сказал, немного грустно сказать ему, что вы в курсе того, что мужчина сделал, вы в курсе того, с кем мужчина обыхал, и вы в курсе того, что происходит. Пусть он вам объясняет причину своего поведения, пусть он объясняет вам, как он видит ваши дальнейшие совместные пути существования. И вам нужно разговаривать, вам нужно обсуждать различную проблему, и любовницу здесь нужно воспринимать, скорее, как средство для реализации своих потребностей мужчины. Причем не сексуально. А секси речь здесь идет весьма и весьма условно. Вы, конечно, можете и по-другому себя вести, вы, конечно, и, безусловно, можете пойти в стыки, сразу закатить скандал, с мужем развестись и так далее. Но вот принесет ли это вам тот результат, скажем так, которого вы хотите и хотите, ну вот это вот уже, на мой взгляд, это большой вопрос. Потому что, скорее всего, если ваш муж узнает, если ваш муж узнает, что вы в курсе того, что он делает, он уже заранее будет ожидать скандала, и этот скандал, даже если он будет чувствовать себя виноватым, этот скандал он все равно воспримет через призму того, что в этом виноваты вы. Если вам этого не хочется, если вы все-таки позиционируете себя, ну, несколько по-другому, если вы все-таки считаете, что семью вашу можно и нужно сохранить, то тогда я надеюсь, что вы прислушаетесь к моему мнению и поступите вот именно так, как я вам сказал. Потому что объективно ничего плохого я вам не хочу, а хочу только помочь и уберечь возможно от каких-то ошибочных действий, которые вы можете совершить, находясь в, ну, довольно-таки растерянных, раскрепанных чувствах, в довольно-таки серьезном, подавленном эмоциональном состоянии, в котором вы, в принципе, и должны быть в этой ситуации, но будучи все же взрослым человеком, вы и вам нужно поступать так, как это все-таки правильно, так, как взрослый человек, а не так, как человек, переживающий состояние аффекта. В какой-то степени вам даже можно использовать себе на пользу то, что произошло, вы можете пережить вот самый пик негативных эмоций сейчас, находясь без мужа, а когда муж вернется, но с холодной головой, с расчетливым подходом уже понять, можно ли как-то исправить то, что между вами произошло или нет. Но решать, конечно, вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.